а должны конечно почему вы же стоп хам такие с этими историями с какими история идею типа нельзя стоять нельзя стоять на тартуаре все верно налепи чё я должен налепить конечно вы хотите налепить пожалуйста не ну вы же должны вы же по жизни все равно что должен а я не знаю я прощаю хочу стою а вы что здесь стоите а мне интересно просто вот ваши вот эти истории ну вот вызвали эвакуатор машинку забрали те в кайф что ли вообще огонь прям а я вижу кстати ущерб да вы по себе людей это причинно-следственная связь не надо заезжать на тротуар машиночки оштрафовали а чё на следующий день не приходит вот вам в кайф один вечерок стояли другой нет машинки также стоят идейные вы ну хорошо вот неделю они морозили здесь ничего никто не убирал ничего сюда регулярно приезжают сотрудники не регулярно я сама сотрудник мвд меня просто интересно что серьезно откуда отверблю да так я понятно но вот такие у нас службы мвд да вот такие сотрудники очень печально печально конечно вот такие гнать надо гнать такие если вот вы это кто сам я много что сделал кто такой вот скажите мне в первую очередь гражданин житель города санкт-петербурга это мы пропустим дальше кто вам этого достаточно конечно по жизни то кто чем вы занимаетесь сейчас понятие начнем раскидываться нет то я по жизни и так давайте так если вы такой знаете как говорят значит сотрудник мвд вы может откинулись недавно раз по речи только не недавно судя по телосложению ну да нет а куда пошли боже боже а вы то стойка тоже вот это в глаза не надо светить только смотрите хочу я хочу я хочу я хочу вот меня к мне подходить к близко у меня вот моя зона вот как ручка вытягиваете вот моя ручки это да это моя вот ближе не поцареванию никогда подходят я боюсь каевину на броситься Боится общаться? Муж звонит. Нет, там по-моему муж был написан. А они просто хотели задать вопрос. С какой целью человек наплевав на всех за это он торгов. У вас сейчас будет наклейка на лобовом стекле. А это порча и мощь. Штоки оформляем. Мужчина, вы адекватный? Ой, извините. Нет, конечно. Нет, может вам этот право отдать обратно. Пешочком походить. Подышать воздухом. Уберите автомобиль с тротуара. С тротуара уберите автомобиль. Вы что, вы пьяны? Хорошо, хорошо, хорошо. Я тут рядом живу. Сижу, в магазин еду. Вы должны знать, что... Я здесь 35 лет. Парковка там есть. Если вы тут 35 лет. Извините, я серьезно говорю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Можно высаживать детей. У нас концерта мы опоздали. Простите, пожалуйста. Положено место. Мы опоздали. У нас просто уже идет концерт. Не надо так впредь. Мы его шли. Только назад так же. А вы куда-то будете показывать? Да, конечно. Я категорически против. Вы тоже категорически против, чтобы туда заезжали. Но вам почему-то надо чихать. У вас, когда двое детей будет, вы тогда все поймете сами. Какая разница, сколько детей? Большая разница. Нет, никакой разницы. Сколько у вас детей? Сколько у вас детей? Правила дорожного движения распространяются на всех. Неважно, сколько у вас детей. Хоть 10, хоть один, хоть ни одного. Правила дорожного движения распространяются на всех. Если я увижу это видео... Хорошо. Дайте мне документы, пожалуйста. Зачем? Чтобы я знала, на кого... А вы кто? А вы кто? Пешеход. С камерой и с... Да, да, да. Почему? Вызывайте, значит, ДПС. Мы будем всемирно... Вы водитель, вы за рулем находитесь. Вызывайте ДПС. Уже вызвано, если подъедут. В смысле, если кто вызвал? Вы его вызвали? Да, конечно. Вы при мне его не вызвали. А зачем нам вызывать при вас? В смысле? Мы вызывали до этого уже. Ну так вызовите еще раз. Теперь вы вызываете. Удалите видео. Зачем? Мы сейчас вызываем в милицию, и мы будем вызывать в милицию. Потому что я против. Хорошо. Вы вернитесь на проезжую часть, припаркуйтесь. И что? И подходите. Поговорим, если вы против. Я не буду разговаривать. Мы вызываем в милицию. Но все равно покиньте тротуар. Нет, мы вызваем ДПС, мы зафиксируем мое правонарушение и удалим все с камеры. Покиньте тротуар. Вам делать нечего? У вас нет работы, у вас нет занятий? Почему? Потому что адекватный человек не будет бегать, на мамашке тьме не будет бегать. Мы не бегаем. Мы стоим на тротуаре. Что вы делаете? Мы стоим на тротуаре. Вы не адекватно ходите. Мы стоим на тротуаре. Она звонит в полицию, там слышно разговор. Девушка, я буду писать заявление в полицию. Мы дождемся полиции. Вы отказываетесь сейчас убирать машину. Я правильно понимаю? Мы дождемся полиции. Удалим все ваши видео и фото. Вы сейчас отказываетесь? Сейчас получите от меня лично письменную претензию на лобовое стекло в виде вот этого стикера. И вы будете платить за большую имущество. Девушка, вы будете убирать автомобиль или нет? Все разошлись и я проеду прямо. Назад. Я не поеду назад. Я не поеду назад. Вам делать нечего. Вы либо убираете автомобиль, либо у вас будет наклейка на лобовой. Вы боретесь не с тем и ни с чем. Ваше субъективное мнение? Вы никчемные. Я вообще даже не понимаю, для чего вы ответили. Так дома будете разговаривать. Чтобы мамашки не высаживали. Вдоль проезжей части поставили машину. В администрацию заявление написать о том, чтобы здесь парковку организовали. А почему здесь парковку организовываются? Потому что здесь музыкальная школа. Подождите. Подождите. Я не говорю по поводу тротуара. Вам в голову не приходило сюда обращение написать? По поводу, чтобы здесь делали парковку. Вдоль проезжей части мест полно. Здесь предостаточно. Я отвечу на этот вопрос. Здесь мест достаточные. Здесь не надо делать парковку. Здесь мест более чем достаточно. Это неправда. Сколько проезжей части мест полно. Вы здесь конкретно где живете? На Ковалевской. На Ковалевской. Это, извините, не здесь. Это, извините, как бы... А мне вот здесь надо жить. 500 метров находится. И что? А мы детей сюда возим. Я про район говорю. Постоянно сюда детей возим. Не надо сюда возить. Если вы такой средопольный... Сюда пешком надо ходить. Сходите, пожалуйста, в администрацию Калининского района. Здесь раз. Вон, сука, лбов стоит здесь. Вы сюда свои детей возим. Займитесь сбором подписей. Да, я сюда вожу свои подписи. Так займитесь этим. Вам делать нечего. Я вам говорю, чем заняться. Вот такими, как вы бороться. Вы занимаетесь со мной бороться? Таким, как вы бороться. А что я делал? Вы тут будете. Я вам подошел сове на хамство. Вы по-другому себя проявить не можете. Я вам объясняю, что нужно сделать, а вы дурью маетесь. Нет, дурью занимаетесь вы. По-другому себя проявить по-мужски. Вы занимаетесь вы. Вы занимаетесь. Вы убирайте машину. Да, вы не в состоянии, как мужчина. И вы напоитесь в себя хоть как-нибудь. Еще по полючек кинайте. Машину будете убирать? Камство, женское число. Оформляй на клейке. За порчу имущества вы будете отвечать. Вы будете отвечать за порчу имущества. Породистый, а в чем сложность не заезжать на тротуар? Сейчас я уеду. А в чем сложность не заезжать сюда? А куда я припаркую? Вдоль проезжей части. Мест полно. Можете подождать? Какие проблемы? А какие проблемы встать как положено? Не заезжая на тротуар? Вы в угоду своих интересов плюете на интересы других людей. Да я-то спокоен. Какие беспомощные дети пошли у людей, а? Не могут пройтись. Я в городе благотворитель. Я ежемесячно. У меня есть чем заняться. Вы вот просто, я не знаю, чем вы занимаетесь. Вам это надо? Нет. С кем вы боретесь? Со мной, чтобы я детей сюда не привозила? Именно с вами. Вот конкретно, прям с вами. С незнакомой мне женщиной, которая в угоду своих интересов плюет на интересы других людей. Именно с вами. Вот я пришел сюда конкретно с целью с вами бороться. Вы даже разговариваете, вы постоянно отбываете взгляд. Конечно, у меня голова крутится постоянно. Мало ли такие еще, как вы придут сюда. И что, ну и что вы добьете? Завтра приедут другие. И с другими буду бороться. За порча имущества будет написано заявление. Обязательно. Ну, раз вам нечего везти заняться. Пишите, пишите. Пусть ваша визита умеет. Только сначала вы прочитаете, что такое порча имущества. Хорошо? Вы испортили мой автомобиль. Вы будете это дирать? Вы будете это дирать? Вы будете это дирать? Ну, вы не услышали нас. Вы мне кто указывает? Я житель города Санкт-Петербург, гражданин Российской Федерации. Я имею полное право сообщить вам о вашем правонарушении и попросить вас его устранить. Вы не можете это дирать? Ну, никак не мне. Нет, 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 нет. Вот вы просто, я на вас смотрю, вам делать не... Вот я смотрю на вас и думаю, действительно, делать человеку нечего. Почему вы не с детьми? Почему вы не дома? Почему вы не на работе? А почему вы не на работе? Почему вы не на фронте, в конце концов? На каком фронте? На каком фронте? Я ни с кем не воюю. У нас военная операция вообще-то. Я не врач, чтобы участвовать в операции. Это меня не касается. Меня касается, когда мамочка привезла ребенка. И папочка, и бабушка, и дедушка. Абсолютно верно. Вот я с вами воюю. Вы не с одним папой не вступили в диалог. Не ввели ли они в диалог Афганта? Как? Вот только что папа подъехал. И что? И уехал. Я просто, я поражаюсь. Не мужской политики, не женца. Я тоже поражаюсь вот таким поведением. У вас же организм подойдет всю вашу сущность. Мою сущность? Какая у меня сущность? Неблагородная. А вот я напротив вижу прям просто благороднейшего человека. Здравствуйте. Ничего не смущает? Заезжайте на велопешеходную дорожку. Знак висит. Здесь все заезжают. У вас прям вот под вами велопешеходная дорожка разлинованная. Так а зачем заезжать? Потому что вы видите. Ну в целом все заезжают. Просто поэтому я заезжаю. Так при чем здесь все? Ну вы первый день за рулем? Да все, мы не будем спорить. Вы просто скажите, если бы здесь был знак движения запрещено, никто бы не заезжал. Это же очевидно. А знака велопешеходной дорожки вам недостаточно для этого? Да я не буду спорить. Я не буду спорить. То есть людям уже недостаточно знак велопешеходная дорожка. Им дайте знак движения запрещено. Да, мы не будем спорить. Да, мы не будем спорить. Хулиганство и самоуправство. Они на это право не имеют. На что? Ну, сами кого-то наказывать. Мы увидели правонарушение, заявили куда надо. Я оплатила штраф. Только это единственное. Ну, законные методы у нас в стране. Я хочу, чтобы у каждого в деле была судимость или хотя бы административное правонарушение. Во-вторых, это можно расценить как митинг, шествие, все что угодно. Есть ли у них на это разрешение? Нет, но работайте с этим. Что дальше? Так вы работаете с этим? Ну, я же не полиция. Заявление будете писать? Обязательно. На каждого. Смысл в этом. Хорошо, пишите на каждого. Чтобы это было группой лиц. Чтобы это было умышленным. Составом. Да, давайте. Пойдем. Всю абсурдность ситуации вы могли слышать. Да, человек хочет писать заявление на каждого из нас. Нам не привыкать слышать этот бред. Да, то, что люди до конца пытаются отставить свое право на хамство. Боремся с такими? Это вряд ли было слышно в микрофон, но сотрудник полиции сказал, говорит, я сейчас у них проверю всех документы, и я не имею права их задерживать. Он прав. Машина. А знак не заметили? Я не видел. Белопешеходная дорожка. Здесь все разрисовано. Нет, это я видел. Я вам сказал, как вам удобнее сделать. Это сейчас сесть в вашу машину. Так сиди, я вам сам ее открыл. Но я вам сказал, как надо, вы меня не слушаете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok